я не блогер я вообще поступлю я понял откуда будете простой украинец депро днепра я там жена с вами рядом женские волосы красивая обитаю дождяку душ прям окей может вопрос у вас какие интересные да нету а что там задавать вопросы ссориться с вами а честно на можешь и не ссориться может просто поговорить но как хотите давайте просто поговорим давайте очень интересно задавайте вопросы какие у вас есть как там кпрф я не стою в кафе раз показывали как вообще обстановка сейчас в россии на ваш взгляд да и они из россии меня подлитки на россии не понял откуда я говорю меня россия по 2 пеном я не из россии а вы откуда торонто слышали конечно украинский город чего я лишь вон украинский опыта больше в торонто тоже намного меньше чем русской основные города в канаде средоточение вашей диаспоры это вот потом блеснете в этой эрудиции с другими это запомните эдмонтон и винипель вот из больших городов два города а в торонто вы же сами из россии переехали в торонто про откуда вы знаете не вы спросу из харькова это не так то вы наши замеры ну по национальности я русский вроде как не ваш но в одном в одной державе выдал может быть от торонто с пятого года и как вам там проживает вы приезжали вообще взялись как каждый год бываю но кроме вот этих к видных два года не бывал уже соскучился скоро поеду а вы всю семью туда заправить эти все луки с вами или ну от первой жены со мной а второй там остался сын два сына богата как у вас в днепре да нормально держится живем работаем как все на парламентских за какую партию европейский солидарность вы наверное заслуга народа роза зеленского понятно не самое все удивляет что это от вас же вилкул там это самый баллотироваться не на понятно что он много бы не набрал я все удивляет почему мураев у мураева больше рейтинг было чем убил кола они в паре шли и он он послал вилкула баллотироваться не это всегда удивляло но это понятно что там он как в принципе ну видно что много не наберет он поэтому вилкула послал ну это вообще странно было но вы знаете не про такой город если честно сказать половину немцы не выпили евреев у нас хотят все сразу быстро чтобы получилось вот порошенко был и думали за пять лет он построить страну но что кой не получилось а вот он зеленский сказал что будет все хорошо а потом билкул сказал что войну я закончу и как зеленский а нихрена не получать народ верит я помню когда бывало в днепре там если лицом к вокзалу станешь с левой стороны бы было все время но я последний раз был в 90 было кафе зустрич она до тех пор есть или уже смесли его там по-другому называют и мы сами города никополь вообще-то ну я знаю я был я знаю никополь а куда вы знаете ну вот я могу сейчас рассказать это это вам интересно в том случае если вы в курсе там позднесоветского футбола сидели там являлись болельщикам футбола футбольная команда колла что у колос у вас было на вообще в принципе вы следили за являлись ли болельщикам футбола смотрели футбол владею если что я могу сказать я вам могу в эту историю про никополь интересную рассказать вот расскажите пожалуйста интересно это интересно да вот смотрите вот при ссср при позднем при позднем ссср были между некоторыми соседними обкомами и партийными этими ну как говорится комитетами очень напряженные отношения и самые самый топ напряженных отношений в ссср был между харьковской бы днепропетровским обкомом вот самые плохие отношения были между соседними но это вот так считается некоторые оспаривают но по крайней мере в то что плохие отношения были это точно и вот та самая металлист благодаря вот этому нехорошему человеку лобановского 78 году были вылетел из вылетел в низшую лигу когда лобановский забрал в киевской динамо лучших игроков там бессонов болтача слышали таки сивуха каплу конечно вот они были победителями или там призерами молодежного чемпионата мира он взял и металлиста без крови металлист скатился в высшую лигу время в низшую лигу и вернулся в высшую лигу он 88 втором году а должен был в а должен был 81 его и москва тянула поскольку пятый город ссср и не выше лиги это был нонсенс и москва его тянуло и вот в семь восемьдесят первом году последний последний матч у него был скоро или предпоследний ска с колосом никополь колосу это игра колосу это это эта игра ничего не давала он как был то по моему на восьмом месте так и оставался вне зависимости от итога матча вот и вообще они могли бы с и это и слить игру и не стараться но они были настолько замотивированы депропетровским обкомов чтоб не поиграть чтобы поднастрать металлисту и харьковскому обкому они костями ложились и вот металлист выигрывает за пять минут до конца матча 121 по моему до или 10 в общем с минимальным счетом и кола забивает шальной гол сравнивает это означает что металлист не выходит в высшую лигу что там началось на стадионе там в шоке весь вот а судья он все-таки металлисту из москвы был ему было указание значит вытягивать металлист он пенальти сомнительный назначен малько пенальти не забивает из металлиста и потом судья добавляет это чуть ли не 7 минут для тех времен это было огромнейшая сумма это час 7 минут добавляет уже в норме вещей там это и тренеры колоса бегая бегает показывает на часы но в итоге ничего не получилось судья свистит финальный свисток и разводят перестоги нам ругами ну что ребята я сделал все что мог но в итоге а потом а потом говорили что шок шок поднастрать харьковскому обкобу днепропетровский обком так замотивировал этих колос никополь что сегодня не там по квартире или по машине им да за то что они не проиграли металлиста я это помню у меня дядька был если знаете тренер был осипенко ну я слышал я я 80 был председателем московского общества болельщика металлиста я вы за организовывал в команда был ком вот металлист выиграл кубок 88 году это я это я был на банкете в москве на первоначальном после матче и этот кубок даже в руках подержал кубок с такой серебряная серебряно-хрустальный хрустальный в серебряной оправе вот такие новости спасибо вам огромное у меня есть это немного спортивных таких роликов интересных если хотите спасибо за беседу все всех благ и вам тоже всего доброго хотите о чем-либо пообщаться в принципе да вы откуда будете если секрет из симферополя а вы торонто у меня у меня у меня у меня дедушку в канаде живет рад за него и за вас тоже в лондоне я был плавал у вас там я понял да ну хорошо у вас вопросы может интересно есть да ну в принципе чул в канаде в канаде можно разговаривать только про хоккей ну я же не про канаду выше не обращать внимание она же локейшинга к любому собеседникам какие у вас вопросы да по-разному я вообще на украину настроен мне интересно как дела в украине что хорошего что плохого с людьми интереснее всегда пообщаться что-то может быть хорошего ну хорошо ладно если нет вопросов то захотите футбол был на очень-очень хорошем уровне это заслуга валерия лобановского первую очередь ну возможно я вообще к лобановскому негативно отношусь но заслуги в этом его не отрицают вы знаете я к виктору тихонову которые хотели тренер тоже негативно отношусь но заслуги его невозможно но я аналогично заслуга лобановская не отрицаю хотя кстати к нему я негативно отношусь он шакал и так стать по звонку щербицкого его щербицком звонил соответствующий обком он забирал того игрока из кома иной команды сср которого захотел ну да вот такая была согласен хорошо печальная ситуация хорошо зайду на ваш канал посмотрю жду вас всех благ да дурака валяне разговаривают разговаривают почему же тогда утилитарном государстве правильно утилитарное государство правильно великобритания утилитарное государство германия утилитарное государство у них есть один они же передали 1922 году в воронежской области а в двадцать втором году и львовская область где было в австрове ангрии опа так это не было еще уровень интеллекта у миколы рушниц и на самом деле это геннадий хазан по моему так его фамилия это уровень интеллекта креветки из азовского моря хорош зафиксировали то что я сказал в татарстане нету ни одной школы с татарским языком обучения это факт это факт а а а а а а а и Мы сделаем украинским украинским учебным. Мы даем. Да. Украина, как и украинская. Украина, как и украинская. Мы по крайнейшему. Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор. У нас есть консольный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаметами. От Хайкова до Гиева 480 километров. А до границы с Россией 40. Давай, страна огромная. Давай на смердный бой. С нашим силой немною и оранжевой чумой. Но ты мне улица родная. И мне погода дорога.